Святая Вероника Сведем в сторону, что позволяет зрителю сосредоточиться на образе Христа, запечатленном на платке, который она показывает. Христос смотрит прямо на зрителей, хотя из-под терного венца, которому венчанная его голова, проступает капли крови, черты его лица спокойны, утончены и не искажены ранами или болью. Такое представление о человеческом образе Христа сходно с величественным нерукотворным спасом. Образом почитаем. Святая Вероника упоминается как женщина, страдавшая кровотечением, исцелившаяся, прикоснувшись к краю одежды Христа. Было также известно, что у нее есть изображение лика Христа, которую, согласно легенде, она получила, вытерев пот с его лица куском львиной ткань, когда Христос нес крест на голгов. Его лик чудесным образом запечатлелся на этом куске ткани. Ткань, называемая платком Вероники, впоследствии оказалась в Риме и стала важной великой базилики святого Петра. Имя Вероника или Вероника можно считать произошедшим от латинского слова «вера икон», означающих «истинный образ». Надо сказать, что подобно платку Вероники, знаменитой плащаницы была куском ткани, на котором оказался чудесно запечатленный образ Христа, когда он поднес его к лицу. В этом считается, что она передает его подлинные черты. И плащаница и платок Вероники являются для средневекового христианства важными реликвиями. Но в живописи образ на платке чаще представляется только сам лик Христа, со стройками пота и крови, что побуждает зрителя сосредоточиться на размышлениях о страданиях Христа, принятых им во искупление грехов человечества. Ну вот, наверное, и все, что я нашел в интернете о картине «Святая Вероника или Грей». Пока-пока, до свидания, узнали что-то новое. До свидания. Продолжение следует...